Что делать, чтобы рерайтер работал? Прежде всего знать, для чего тебе это. То есть понимать, для чего ты пришла в рерайтер. Потому что в жизни точно так же. Когда ты знаешь цель, для чего ты это делаешь, тогда у тебя появляется мотивация какая-то правильная по отношению к этому действию. Если ты знаешь, что ты пришла в рерайтер, потому что тебе сильно нужно понять себя, что-то изменить. Очень хочется начать жить по-другому. Это может быть все, что угодно. В рерайтер часто приходят после развода, после того, когда родители достали, после того, когда вообще принимаете какое-то важное решение в жизни. Все, я так больше не могу, так точно больше не будет. Или когда с ребенком в магазин заходишь, он такой, мам, мам, купи, а ты ему денег нету. Начинаешь на него кричать, а потом плачешь. Потому что понимаешь, что что-то явно не так в жизни пошло. Смотришь там на кого-то, видишь, что они живут, а ты как-то не очень. И вот когда в рерайтер приходят вот с таким настроем, что я твердо хочу поменять, я готова для этого делать. Я понимаю, что, наверное, я в этом чуть-чуть виновата. А потом понимаю, что я не виновата. Просто это все я. Просто я раньше не знала, не умела, не понимала. Никто же не учил этому. И сейчас никто не учит в школе, не рассказывает. Дорогие дети, давайте сегодня будем с вами учить ни тригонометрию, которая вряд ли вам пригодится, большинству из вас. И как-нибудь без параллелепипеда вы проживете, и даже без интегралов. Мы вам хотим рассказать, как мы создаем свою жизнь. Как то, что вы сегодня думаете, чувствуете, влияет на то, что будет с вами завтра. Нет таких уроков. И вот поэтому для того, чтобы рерайтер сработал, нужно приходить с таким пониманием, что ты что-то хочешь оставить позади, а что-то найти впереди. Вот когда определяешься, что сзади, а что впереди, вообще классно. И тогда приходишь открытый, готовый, выливший все из себя изнутри, все свои страхи, ограничения не получится, а просто как бокал, готовый себя наполнить новым, чем-то вкусным, попробовать в конце концов. Ну не понравится, если даже можно вылить. И вот когда так люди приходят, открываются, начинают знакомиться, начинают спускать то, что я говорю, начинают доверять и работать каждый день над собой по чуть-чуть, но каждый день. Вот тогда все срабатывает. Тогда 30 дней проходит, а ощущение, что пришло несколько лет. И ты думаешь, кто этот человек, который пришел тогда, откуда он такой странный взялся. Вот такая магия.